Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.2 проекта «Слушай, чтобы видеть». Меня зовут Попов Всеволод. Мы продолжаем изучать андроид-устройства, и сегодня мы будем говорить о приложении «Телефон». Давайте начнем. В прошлом подкасте мы научились разблокировать устройства. Напомню, что, чтобы это сделать, нужно нажать кнопку «Питание» и провести двумя пальцами вверх. Далее нам нужно найти на домашнем экране приложение «Телефон». Это можно делать либо смахиваниями, либо касанием нижней части экрана одним пальцем. После того, как мы его найдем, нам нужно приложение «Открыть» двойным нажатием одним пальцем. Давайте сделаем это. У меня фокус уже был установлен на приложении «Телефон», поэтому я нажимаю дважды для того, чтобы его открыть. Мы сразу же попали в окно редактирования. Но давайте посмотрим, что тут есть с самого начала. Я смахнул вправо от начала и услышал «Поиск». Другие параметры. Доступно новое содержимое. Кнопка. Другие параметры. Эта кнопка более интересна. Практически в каждом Android-приложении вы увидите эту кнопку. Она позволяет раскрыть меню, в котором вы сможете найти некоторые дополнительные пункты. Это могут быть настройки или еще что-то. Мы обратимся к этому пункту уже в следующей части. Окно редактирования. Другие параметры. Доступно новое содержимое. Кнопка. Когда вы будете изучать Android-приложение, пожалуйста, обращайте внимание на кнопку «Другие параметры», так как в ней могут скрываться те элементы, которых на экране приложения вы не найдете. Возможно, вам нужно будет заглянуть в другие параметры, чтобы эти элементы найти. Обратите внимание, что для зрячих пользователей кнопка не называется «Другие параметры». Если вы слабовидящий пользователь или вы рассказываете что-то своему зрячему помощнику, вам нужна какая-то помощь, знайте, что для него кнопка «Другие параметры» — это три точки. Смахиваю вправо одним пальцем. Окно редактирования. Здесь начинается окно редактирования. Это редактор. Если мы будем вводить цифры, то они будут попадать сюда, и вы можете в этом поле проверить введенный номер. Перед тем, как мы будем учиться вводить номер, давайте посмотрим, какие вкладки тут имеются. Вкладки находятся внизу приложения. Выбрана набор вкладка 1 из 3. Первая вкладка, она выбрана. Мы это слышим по слову «Выбрана». Вкладка «Набор». Здесь мы можем набирать номер телефона и звонить по нему. Последняя вкладка 2 из 3. Следующая вкладка «Последняя». Здесь мы можем работать с недавними вызовами. Просматривать их, удалять, перезванивать контактам и так далее. Контакты вкладка 3 из 3. Вкладка «Контакты». Мы работаем с контактами, создаем контакты, удаляем и так далее. Есть также отдельное приложение, которое называется «Контакты». Теперь давайте поговорим о том, как набирать номер и звонить. По всему периметру вкладки «Набор» находится клавиатура для набора номера. Она выглядит абсолютно так же, как будто вы изучаете клавиатуру кнопочного телефона. Разница состоит только в том, что клавиши сенсорные. Именно поэтому я рекомендую рассматривать клавиатуру для ввода цифр с помощью изучения касания. Давайте попробуем найти какие-либо цифры. 0+, 8TUV6 твердые знакы. Вы слышите кроме произнесения цифр еще дополнительную информацию. Не обращайте на это внимания. Она не несет никакой полезной информации. Если у вас телефон не от Самсунга, то, возможно, этих дополнительных букв проговариваться не будет. И так далее. Я просто вводил пальцем по клавиатуре. Вы можете тоже ее поизучать. Рекомендую изучать ее следующим образом. Поставьте палец на цифру 1, проведите палец вправо, еще вправо, потом на следующую строчку. И так построчечно. Давайте попробуем ввести какой-либо номер. Мы введем просто комбинацию цифр. 0+, 8TUV6 твердые знакы. 8. Для того, чтобы ввести цифру, нужно нажать дважды одним пальцем. Я ввел цифру 8. Теперь давайте введем цифру 9. 9WXYZ мягкий знака ЮЯ. Вот я нашел ее и дважды нажимаю. 9. 1 голосовая. 1. 6 МНОЭ. 6. И так далее. Если мы хотим удалить символ, который мы ввели неправильно, мы нажимаем на кнопку, которая находится под решеткой. Она называется «Стереть последний символ». Кнопка «Удалить последнюю цифру». Вот, оказывается, она еще и так называется. Текст 6 удален. «Удалить последнюю цифру». Вот мы ее нажали, и повышенный тон синтезатора сказал нам, что текст 6 удален. Значит, цифра 6 удалена. Для того, чтобы проверить, какой номер мы ввели, мы можем посмотреть это над цифрой 2. Как раз-таки в том поле редактирования, которое мы обнаружили сначала. 89 миллиардов 160. Другие параметры доступны. Новое содержимое. Кнопка. Вот. Этот номер, синтезатор его озвучивает как 8 миллионов и так далее. Но на самом деле это цифра, которую синтезатор почему-то не обрабатывает. Введем номер и нажмем на кнопку «Вызов». Кнопка «Вызов» находится под клавишей 0. Кнопка «Вызов». Текст удален. Вызовы. Вызов. Вызов. Мама. Так, вызов пошел. Сейчас я отвечу с другого телефона. Итак, вызов начался. Я буду себя немного слышать. Как же нам завершить вызов? Для того, чтобы нам завершить вызов, нужно нажать на кнопку «Питание». Данная опция встроена в программу экранного доступа TalkBack. Мы можем нажать кнопку «Питание» и вызов завершится. Это очень удобно. Таким образом вы можете совершать вызовы. Задание. Попробуйте позвонить на номер и после разговора завершить его самостоятельно. Для этого вам нужно нажать на кнопку «Питание». В следующей части мы поговорим о том, как отвечать на звонки и какие настройки имеются в телефонах компании Samsung для того, чтобы отвечать на звонки было еще проще. Продолжение следует...